Не грозит ли инфляция взносом на капитальный ремонт и как он вообще идет в нашем регионе? Сегодня эти вопросы обсуждали депутаты Законодательного собрания Края. Они отметили, что темпы за 6 лет значительно выросли, но все равно есть недочеты. Об этом в нашем следующем сюжете. Вопрос номер 2. Об отчете регионального фонда. В прошлом году отремонтировали почти 1300 домов. Сейчас для повышения эффективности разработали достаточно жесткую дорожную карту. Она расписана по месяцам, направлена на выполнение планов этого и следующего годов. Отчеты регионального фонда Капремонда об итогах работы за 2020 год сегодня обсуждали на заседании Комитета по строительству ЖКХ Законодательного собрания Края в онлайн режиме. На сегодняшний день не выполняется тот краткосрочный план, который был запланирован. Но и вместе с этим особенно остро в этом году встала проблема, которую на Комитете мы неоднократно поднимали. Связана она с тем, что на наш взгляд, перед тем, как проводить работы по капитальному ремонту, необходимо проводить обследование домов. Несмотря на нарекания, темпы реализации программы капитального ремонта заметно росли с каждым годом. С начала работы программы в 2015 году было отремонтировано 5 домов. В 2016 уже 236, а по состоянию на февраль этого года – 4000. Однако, даже несмотря на такие возросшие темпы, нужно тщательнее определять, что именно и когда ремонтировать. Считаю, что именно на экспертизу нужно выделять достаточный средств. И после этого экспертиза даст точное заключение, какие ремонты делать. Может быть, там не надо менять крышу, а нужно в основном поменять фундамент и заменить отопление. Или наоборот, электричество и фундамент. По состоянию на начало года жители почти 1300 многоэтажек внесли средства на специальные счета. Из них примерно 700 под управлением регионального оператора. В остальных – управляющая компания или ТСЖ. Одна из основных функций, возложенная на оператора – аккумулирование взносов на капремонт. Только за прошлый год было собрано более 3,5 миллиардов рублей. А общая задолженность собственников региональному оператору с 2014 года заставила почти 3 миллиарда. Это и вопрос невыполнения программ капитального ремонта. Они невыполнены почти на 50%. Это вопрос колоссальных недопустимых остатков денежных средств на счетах. Это связано с невыполнением программы капитального ремонта. Это вопрос качества работы подрядчиков. Прежде всего, по работам по замене крыши и кровли. Масса жалоб, отсутствие технологии, отсутствие адекватного возмещения пострадавшим гражданам – это проблемы, конечно, все существующие. В 2020 году семь территорий имели уровень сбора взносов на капитальный ремонт менее 80%. Теме капремонта депутаты из профильного комитета законодательного собрания уделяют особое внимание. Вопрос на контроле парламентариев законодательного собрания. Галина Сергеенко, Сергей Раков, 7 канал.